Подтвержденные случаи COVID-19 увеличиваются с экспоненциальной скоростью, и всю планету колбасит от самой серьезной эпидемии за последнее столетие. COVID-19 уже изменил образ жизни людей в США, и ситуация может ухудшиться сильнее, прежде чем станет лучше. Голливуд давно предсказывал подобные события, и зрители обращаются к таким фильмам, как эпидемия и заражение, чтобы придать смысл новому явлению. – На день 1 были 2 человека, а затем 4, а затем 16. Макс Брукс – один из авторов, который много лет думал о пандемии в контексте своей творческой деятельности. В недавнем событии Reddit AMA автор Войны миров Z предложил свой взгляд на то, как нынешний реальный кризис можно сравнить со вспышкой зомби в его знаменитой работе. Его роман был экранизирован с Брэдом Питтом в главной роли в 2013 году, а в качестве исходного материала были приведены точные и хорошо изученные сведения о том, как может распространяться неконтролируемая эпидемия. – С. Доктор Фассбах, вирулогист из Хаббарда. Брукс был осторожен и не стал сравнивать COVID-19 с патогеном зомби, который поставил мир на колени в его плодотворной работе. Но, имея это в виду, он считает нынешний кризис тревожным звонком для мира, который плохо подготовлен к серьезной эпидемии. Он написал, «Я думаю, что коронавирус настолько опасен, насколько мы сами позволим. Это не конец света, но мы должны отнестись к этому серьезно, принять меры по сдерживанию распространения и мобилизировать ресурсы правительства и промышленности по разработке вакцины. И, как простые граждане, мы должны думать о том, что мы можем сделать сами. Социальное дистанцирование, мытьё рук, избегание толпы и ради всего святого оставаться дома, если вы заболели. Мы должны задаваться не вопросом, могу ли я заразиться, а задуматься, кого я могу заразить. В наших силах изменить ситуацию, но мы должны сделать правильный выбор» Все это очень похоже на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и её внутреннего партнера Центра по контролю за заболеваниями. В ходе исследования Войны миров Z Брукс понял, что люди, как правило, не спешат принимать всерьез угрозы, подобные COVID-19. Как было показано в его книге, богатые страны склонны считать своё здравоохранение само собой разумеющимся. Это может привести к тому, что разворачивается сейчас в Италии. Все меры, изложенные Бруксом, направлены на снижение распространения заболевания в домашних условиях, как средство выравнивания кривой и снижение нагрузки на перегруженную систему здравоохранения. Опубликованный в 2006 году роман Брукса озаглавлен в оригинале История войны зомби. История разворачивается через серию интервью из первых рук людей, находящихся на фронте распространения эпидемии. Этот ретроспективный взгляд весьма необычен для триллера, как будто Брукс представляет коллективное воспоминание планеты об экзистенциальной катастрофе. Одной из наиболее характерных особенностей Войны миров Z является то, что правительства разных стран преуменьшали угрозу пандемии. На Reddit Брукс высказал надежду, что правительство США не пойдет по тому же пути, который он описал в своей книге. Личные ставки высоки для Брукса – его отцу, легенде кино и комедии, Мэлу Бруксу, 93 года, и у него самый высокий темографический риск серьезных осложнений, если он подцепит случайно COVID-19. – Наверное, я буду в порядке, но если я дам его, он может дам Карл Райнер, который может дам Дик Фан Дайк, и, до того, чтобы я это знал, я украл целую генерацию комедических легендов. Брукс написал на Reddit, «Я должен быть очень осторожен в контексте заражения отца. Вот почему я отменил некоторые выступления и, возможно, перенесу весь свой книжный тур в интернет. Сейчас я готовлюсь к закрытию школы моего сына. Я думаю о своем отце и о моей свекрови, у которой был рак легких дважды, и обо всех уязвимых людях в моей жизни, которых я могу заразить, если не буду осторожен» Даже если мы не входим в возрастную группу риска, давайте примем слова Брукса за еще одно предупреждение и продолжим соблюдать правила гигиены, чтобы защитить наших уязвимых друзей и семью от коронавируса.